итак мы переходим с вами на вязание рукавов я уже один связала 2 свяжу вместе с вами вот вязать мы его также будем по кругу набирая петельки от румы для начала я распущу вот эти ниточки и соберу все петельки 1 2 3 и 4 из какой помните мы набирали с вами 4 петли будете чуть-чуть внимательными они чуть-чуть вовнутрь могут этой петельки уйти подтягивайте ниточки после того как мы подняли все петельки с подреза мы собираем на спицу открытые петли затем мы вынимаем нить и смотрите 4 петли подреза мы делим пополам то есть две петельки надеваем на правую спицу две петли оставляем на левой затем вешаем маркер начала ряда на спицах у нас пока 44 петли и теперь мы начинаем вязание по кругу на спицах у нас 44 петельки вяжем и лицевой глади когда мы дойдем вот до такого большого прогала мы поднимаем протяжку которая ближе к открытым петелькам и затем еще вот такая вот перемычка и и также мы поднимаем только перекрещиваем вот так сразу и провязываем их вместе за заднюю стеночку и продолжаем вязать лицевыми за передние у меня к сожалению не получается за переднюю я переснимал ниточки петельки всегда вяжем за правую стеночку петли довязываем также до большого прогала который будет располагаться перед двумя петельками подрезов в конце первый ряд видите у нас здесь также вот такой вот прогальчик есть также поднимаю сначала протяжку которая ближе к петелькам подрезов одевает ее как скрещенную лицевую и точно такая же перемычка у нас здесь находится также одеваю скрещенной петлей и провязываю их за заднюю стеночку вместе все и довязываю оставшиеся две петельки и у нас начинается второй ряд платочная вязка по кругу это чередование лицевых и изнаночных рядов все четные ряды 2 4 6 это будут изнаночные ряды мы просто вяжем изнаночными петельками за переднюю стеночку все последующие нечетные ряды а у меня начинается третий ряд мы будем с вами вязать лицевыми за переднюю стеночку ой за заднюю стеночку извините и итак мы вяжем череду лицевые и изнаночные ряды 8 рядов и затем встретимся с вами в девятом ряду мы будем делать первое убавление у меня начинается 9 ряд убавление мы будем делать через каждые 8 рядов по одной петли то есть сначала вот 9 ряду мы сделаем убавление в начале ряда то есть у бабочку я делаю 2 и 3 петли а первая и последняя петля у меня всегда будут неизменны затем в семнадцатом ряду мы будем делать убавление двух предпоследних петелек но это чуть подальше я вам это покажу итак 9 ряд мы вяжем первую петлю вторую и третью я переворачиваю так чтобы их можно было связать за передние стеночки именно так у бабочка более незаметная вот и продолжаем вязать 9 ряд по кругу теперь у нас на спицах 45 петелек и встречаемся уже в следующем при следующей у бабочки это 17 ряд мы будем делать убавление в конце ряда у меня идет 17 ряд я уже почти дошла до конца так как я говорила что в семнадцатом ряду мы будем убавлять в конце ряда также одну петлю и убавлять мы будем 2 предпоследних петли также их переворачиваю и провязываю за переднюю стеночку вместе и только затем провязываю последнюю петельку то есть убавление мы будем чередовать в начале и в конце ряда через каждые восемь рядов последнее убавление будет в восемьдесят первом ряду мы провяжем также балочку в конце ряда общее количество петелек будет 36 петелек и там уже снова встретимся в восемьдесят пятом ряду мы будем закрывать все петельки то есть общая длина нашего рукава составит восемьдесят четыре ряда теперь после семнадцатого ряда у меня на спицах 44 петли и мы также продолжаем вязание чередуя лицевые и изнаночные ряды у меня провязано 84 ряда на спицах 36 петелек и мы теперь начинаем закрывать их закрываем мы точно также начинаем то есть провязываем две первых петли и затем набрасываю предыдущую и так продолжаем вязать вяжем петельку накидывая на нее предыдущую петлю и проходим этот ряд полностью до конца после того как мы закончили закрывать петельки обрезаем нить и теперь замыкаем полностью здесь в круг чтобы не оставалось вот этого неровного края с помощью иголочки мы входим под первую закрытую косичку и затем возвращаемся в середину последний вот и все и только затем прячем все кончики ниточки и после того как мы свяжем с вами оба рукавчика мы переходим на вязание капюшона набирать петли на капюшон мы будем с вами не с самого начала нашей полочки а отступив необходимое количество петель и как вы помните у нас идет сразу цель навязанная планка то есть у нас вот такой будет нахлёст и и примерно мы будем отступать петелек 7 отсчитываем 1 2 3 4 5 6 ну давайте 6 наверно отступим и с 7 петли начнем набор чтобы у нас вот такой вот небольшой зазорчик с вами оставался и набираем мы по лицевой стороне начиная с правой полочки я вот так вхожу под косички под каждую косичку делаю наборную петлю не доходя до конца набора также примерно 6 петелек вот расстояние должно быть примерно одинаковым у меня получилось в наборе 45 петелек неважно больше или меньше у вас получилось примерно у нас должны получиться одинаковые петельки плюс минус вот после этого мы с вами переворачиваем изделие на изнаночную сторону и провязываем первый ряд лицевыми за переднюю стеночку даже это знаете я буду считать не первым рядом а именно нулевым провязываем его теперь нам понадобится еще дополнительные два марки ручка мы с вами отметим по центру несколько петелек где мы будем делать наше прибавление я условно поделю на 4 мое количество петелек если 45 конечно не делится на 4 но возьму к примеру 44 петли это будет 11 петелек значит по центру я выделю 11 петелек 45 минус 11 это у нас получается 34 петли и 34 соответственно я делю еще раз пополам то есть мы провязываем с вами 17 петелек отмечаем центральные 11 и довязываем остальные 15 18 петелек это у меня получается уже идет ряд по лицевой стороне это 17 петелек я считаю вместе с кромочной петлей после того как я провязала первые 17 петель я отмечу марки ручка и считаю теперь центральные 11 петелек и снова их отмечаем теперь я заканчиваю вот этот первый ряд по лицевой стороне и вяжу второй ряд по изнаночной стороне и встречаемся с вами уже получается в пятом ну и в третьем ряду мы начнем делать с вами прибавление а вязать мы с вами также продолжаем платочной вязкой то есть провязывая все петельки лицевыми в третьем ряду мы начинаем делать прибавление прибавки мы будем делать точно так же как и в регланных линиях то есть из протяжки перед последней петлей до маркера и из протяжки после петли которая идет после маркера то есть за один ряд мы сделаем с вами 4 прибавки потому что у нас не забывайте 2 марки ручка довязываем с вами до первого маркера и точно так же сначала я набрасываю протяжку вот таким вот образом как будто лицевая за заднюю стеночку и провязываю ее соответственно скрещенной лицевой за переднюю стенку и вяжу последнюю петельку перед маркером теперь провязываю после маркера петлю и набрасываю протяжку вот таким образом всех называю открытая дверка закрытая дверка сделали прибавление довязываем с вами до второго марки ручка вот не доходя петельки снова набрасываю протяжку вот таким образом открыли дверочку провязали скрещенной лицевой за переднюю стеночку и после маркера вяжу петельку и набрасываю закрытую дверку то есть перетяжкой и провязываю ее скрещенной лицевой за заднюю стеночку то есть было на 45 петелек теперь у нас на спицах 49 навязываю третий ряд провязываю также петельки по полностью лицевыми за переднюю стенку четвертый ряд встретимся снова с вами в пятом ряду в пятом ряду мы также с вами доходим до последней петли вот перед первым маркером точно таким же образом набрасываю протяжку как и делала до этого провязываю последнюю петлю маркер и же следующую петельку и набрасываю так чтобы можно было ее связать скрещенной лицевой за заднюю стеночку и и подходим ко второму маркировку не доходя последней петли провязываем скрещенную лицевую за переднюю стеночку вяжем последнюю петельку и теперь провязываем петлю и вяжем следующую петельку скрещенной лицевой за заднюю стеночку у нас снова в пятом ряду прибавилось 4 петли теперь у нас с вами общее количество петелек уже 53 и продолжаем так делать прибавление в каждом лицевом ряду до тех пор пока у нас общее для как ширина вот этого полотна капюшона расширение не достигнет 48 сантиметров это общая дремна то есть когда мы сложим капюшон у нас ширина капюшона будет составлять 24 сантиметра и когда мы достигнем этой ширины это по-моему я уже подсчитала около 76-78 петелек мы должны достигнуть такого количества петелек и уже мы продолжим с вами вязать капюшон на необходимую нам высоту высота должна составлять примерно 26-27 сантиметров для данного возраста я провязала от начала капюшона 86 рядов это примерно 26 сантиметров и теперь я буду закрывать петельки закрывать петли я буду иголочкой и для начала нам нужно провязать половину капюшона то есть 87 ряд наполовину если у вас так же как и у меня нечетное количество петелек у меня в данном случае 79 петелек то есть я сделала прибавки несколько раз по 4 каждом ряду и последний раз я прибавила с двух сторон только по 2 прибавки и теперь 87 ряду мне надо вот эту одну петельку лишнюю убавить то есть это примерно 39 петелек на каждой спице должно быть и где-то примерно посередине этих 39 петелек в 17 и 18 петлю я провяжу вместе за переднюю стеночку все теперь у меня 78 петелек и это получается по 39 петелек на каждой спице должно быть когда вы довяжите до середины обязательно пересчитайте сколько петелек у вас осталось затем мы отрезаем нить в три раза больше чем сам закрываемый участок то есть отмеряем 3 вот таких расстояния 1 2 и 3 плюс еще примерно сантиметров 10 на кончик 3 заменить разворачиваем к себе изделий так чтобы ниточка была на дальней спице и первую петельку входим снизу наверх здесь по этой спице мы будем имитировать лицевую петельку по этой стороне у нас будет изнаночная петля здесь мы входим в петельку первый раз сверху вниз петельки пока не снимаем то есть каждую петлю мы должны зайти два раза и только затем снимем петлю теперь в эту петельку я вхожу второй раз сверху вниз теперь ее сняла и во вторую выхожу снизу наверх дальние на дальние спицы вхожу сверху вниз так как второй раз вошла я ее петельку сняла и следующую петлю вхожу сверху вниз и повторяем наши действия сверху вниз снизу наверх здесь наоборот сначала снизу наверх затем сверху вниз сверху вниз снизу наверх сверху вниз снизу наверх снизу наверх и сверху вниз продолжаем таким образом до конца мне осталось буквально дошить две петельки вот так их соединяю небольшой перемычкой и затем я эту ниточку спрячу вот пока ничего с ней делать не буду потому что она мне затем еще пригодится по ней можно сориентироваться где наша середина чтобы набрать равное количество по каждой стороне капюшона петельки теперь смотрите вот такой вот у нас шевчик получился где-то он может быть неровным где-то петельки у нас могут быть под затянуты мы просто так с помощью иглы разравниваем где-то подтягиваем где-то убираем петельки проходя по всей линии капюшона у меня основном просто где-то под затянуты петли получились вот после этого того как мы выровняем петельки мы с вами снова встретимся теперь мы разворачиваем капюшон по лицевой стороне это правая сторона и начинаем набирать еще небольшую каемку смотрите набираю я не впритеек набирать мы начинаем не с первой петли вот которая идет от самого начала вот она видите ниточка а со второй и набираю я не под косичку а вот под переднюю дужку то есть в каждую дужку я набираю по петле я дошла до середины вот эта перемычка у меня получилось набранных 44 петли и теперь я начинаю спускаться вниз набираю я вот с этой дужки то есть вот эту маленькую я проскользну и пойду нам набирать дальше также за переднюю дужку и теперь до конца набор видите у меня также остается одна кромочная петля ее я не набираю и начиная от середина у меня уже набрано 43 петли почему на этой стороне получилось больше как вы помните мы делали дополнительные по ряда восемьдесят седьмом ряду и отсюда появилась вот это лишняя петелька здесь ничего страшного нет но также вот этот маячок мы оставляем нашу середину так как сейчас мы продолжим вязать лицевой гладью а после того начнем соединять вот с этими дужками крючком и вот как раз для этого нам понадобится эти 43 44 пить петельки знать что где находится чтобы у нас не не произошло перекоса вот а теперь мы начинаем вязать с вами лицевую кладь лицевая кладь это у нас чередование изнаночных и лицевых рядов точно также теперь кромочную снимаем и вяжем все петельки изнаночные давайте будем считать это за первый ряд то есть начало отсчета у нас с вами будет изнаночный ряд второй ряд он же лицевой ряд ему провязываем лицевыми за заднюю стеночку вот так вот у нас с вами получается всего нам нужно провязать примерно 3-4 сантиметра но при этом нам нужно закончить вот этим четным рядом лицевым я провязала 8 рядов это около 4 сантиметров у меня получилось и взяла крючок номер 4 то есть на пол размера меньше чем сами спицы можете взять и крючок чуть большего размера чем мой то есть четыре с половиной и начинаем закрывать открытым петелькам смотрите вот первая петля которая у нас не участвовала и находим дужку второй петли вот передняя душка куда мы набирали петельки и вот под ней нижняя тушка и в нее мы протягиваем вот эту первую петлю после этого делаем воздушную петлю и теперь по очереди начинаем соединять входим нижнюю дужку в петельку на спицы и одной петлей стягиваем 3 петельки то есть петлю на крючке петлю с капюшона и петлю со спицы мы соединяем одной петелькой вот такая вот косичка у нас с вами должна получаться и после того как мы прошли все петельки мне осталось последний петля я просто соединяю ее вот с последней дужкой вот такой вот воздушной петелькой и уже после этого обрезаю нить и затем прячем все кончики вот так вот у нас будет выглядеть наш капюшончик вот и теперь в него нам нужно связать небольшой шнурок шнурок я также буду вязать крючком номер четыре я просто вижу сначала воздушную цепочку на нужную мне длину продолжаю вот так вот вязать не сильно затягивая петельки по длине ориентируемся так высота капюшона у нас 26 сантиметров плюс 20 сантиметров примерно у нас должен составлять наш хвостик то есть около 46 сантиметров я вот так косичку складываю пополам и измеряю вот у меня получилось около 46 сантиметров это даже в не растянутом виде и это получается около 40 45 петелек и теперь в обратную сторону мы начинаем вязать соединительными столбиками 1 петельку я пропускаю и вхожу во вторую вытягивание петлю и сразу завожу ее в петлю на крючке и так постепенно входя в петельки мы вяжем такие соединительные столбики у нас таким образом с вами получается шнурочек при этом также пытайтесь не сильно затягивать наши петельки такой шнурок у нас должен получаться и после того как мы уже с вами до вяжем шнурок мы также вынимаем ниточку и уже в конце прячем все кончики по желанию шнурок можно связать и по длине и это все остается делом вкуса каждого а мы на этом закончим наш мастер-класс по вязанию вот такого кардигана пальто и осталось нам спрятать все кончики ниточек постирать посушить и соответственно пришить все пуговки пуговки я буду брать примерно 20 миллиметров это два сантиметра в диаметре обычные деревянные пуговицы которые вы часто встречаете на моих изделиях которые я вам показываю а я на этом буду с вами прощаться всем до новых встреч пока пока Пока